В сознании вещи мысль воспроизводит себя как отношение с собой. В этом воспроизведении достоверность мысли для себя совпадает с достоверностью чувства для мысли. Мысль воспроизводит себя как отношение с собой, тем самым воспроизводя отношение чувства с собой. При этом достоверность мысли для себя совпадает с достоверностью чувства для мысли. Или другими словами можно сказать, мысль сознает себя причиной и причиняет чувства. Сознает себя причиной и чувства и причиняет чувства. И сознание себя причиной и чувства совпадает с действием причинения, неразреченной самой мыслью. Такова ситуация в сознании вещи. Мысль сознает себя отношением с собой. Это то же самое, что она сознает себя причиной и вещей. И мысль воспроизводит себя как отношение с собой. Но в этом воспроизведении мысль сознает себя отношением с собой, но не сознает самого действия воспроизведения. Мысль совершает действия воспроизведения, но не сознает воспроизведения как воспроизведение. Поэтому следующий шаг погружения мысли в себя, следующий шаг рефлекции заключается в том, что мысль сознает воспроизведение как воспроизведение. Это означает, что отношение тождества не просто воспроизводится, а возникает отношение между отношениями тождества. Отношения тождества стоят рядом друг с другом. Это означает, что мысль осознает воспроизведение как воспроизведение. В самом деле, когда отношения тождества сначала два, потом три, потом четыре отношения тождества стоят рядом друг с другом, то это не что иное, как экспликация, то есть осознание воспроизведения мыслью себя как отношение с собой. Это будет экспликацией воспроизведения. В то же время мысль осознает себя причиной себя. Если в сознании вещи мысль осознавала себя причиной чувства, то теперь мысль осознает себя как причина самой себя, кауза суи. Теперь возникает ситуация, когда… А как переход произошел? От того, что мысль осознавала себя причиной чувства к тому, что мысль осознает себя как каузу суи, как причина самого себя? Ну вот так и произошло. Случайно произошло или тут какая-то есть логика? Вот это и есть логика, то есть в сознании вещи, я могу только повторить, в сознании вещи мысль воспроизводит себя как отношение с собой. При этом мысль осознает себя как отношение с собой, а это и есть причина чувства, в качестве отношения с собой мысль является причиной чувства. Мысль осознает себя как отношение с собой, но не осознает действия воспроизведения. А что значит осознать действия воспроизведения? Действие воспроизведения себя в качестве отношения с собой, но не осознает действия воспроизведения. Что это значит? Это значит поставить рядом. Вот отношение с собой. Следующим детям является выстраивание еще одного отношения с собой. То есть выстраиваются уже не отношения с собой, а отношения между отношениями с собой. Влад, видимо, имел в виду немножко другое. Хотел, видимо, спросить, что матирирует переход мысли, знание себя причиной и тем самым воспроизведение отношения к творчеству к осознанию воспроизведения как воспроизведения? Ну, это старый вопрос. Каждый наш ход логически мы делали наружу несколько тысяч. Всегда встает вопрос, зачем мысль признает сама себя? Это свободное движение, которое вполне можно не делать. Ну, да. Если у кого-то делать, то мотивация никогда никого и нет, кроме… Геггель пытался объяснить, как это происходит. Ну, понятно. То есть у Геггеля как бы есть некоторое… в движении мысли есть некоторое противоречие, которое именно как противоречие, когда осознается, то мысль должна решить это противоречие. У него как бы смысл… вот как бы этого… мотивация движения именно такая. А здесь как бы более легкая ситуация. Здесь не то, чтобы осознается некоторое противоречие, да, а просто как бы мысль может более детально познать себя. Но ее ничто не заставляет это делать. То есть нет такого противоречия, которое нуждалось бы вот в разрешении. Внутри мысли, конечно. Не, ну Геггель же не просто объясняет, что именно противоречие, да, или там несоответствие знаний предмету, да, является стимулом движения. Он же имеет в виду, что это скрепляющая основа всей системы, да. То есть куски будут разрозненные, как они скрепляются в ничто единое? Нет, это разные вопросы. То есть скрепление, логика перехода от одного момента к другому – это одно дело. Но необходимость перехода от одного момента к другому – это другое. Для него просто логика и необходимость совпадали. А у Олега Михайловича нет необходимости в логике. Вся штука. А логика остается. Просто она не необходима в своем исполнении. Здесь ситуация всегда одинаковая. Мысль что-то делает и не осознает. В данном случае мысль воспроизводит себя как отношение с собой. Но осознает себя как отношение с собой. А действие воспроизведения себя остается неосознанным. Мысль это делает, но не знает. Поэтому движение означает о том, что мысль осознает то, что она делает. Это всегда так. Значит переход в виде рефлективного, какой-то новой позиции присутствует. Значит мысль отрефлектировала то, что она делает. И для нее стало ясно, что она собой представляет. То есть переход получается неоподимый. Есть некая менее рефлектированная позиция. Есть более рефлектированная позиция. В которой мысль все больше и больше углубляется в себя и отдает отчет в том, что она делает. Но у мысли ничто не болит и не чешется и не заставляет тем самым двигаться. Вообще это естественное движение мысли в том смысле, что мысль есть осознавание. И осознавание себя прежде всего. И конечно то, что в мысли что-то осознается или не осознается, это существенный момент. Мысль пытается осознать то, что есть, но не осознается. Но просто то, что есть и не осознается, оно не выступает никаким мотивом. В противном случае мы были бы обязаны думать, просто объективно обязаны. А если бы не думали, то у нас бы что-то болело. А это не так. Ну хорошо. Значит, выстраивается определенное количество, два, три, четыре, отношения мысли с собой. И то, что мысль теперь воспроизводит, это уже не отношение с собой, а отношение между отношениями с собой. То, что мысль теперь воспроизводит, это не отношение мысли с собой, не отношение тоже с собой, а отношение между отношениями тоже. Теперь мысль сначала, когда говорили о речи, мы подчеркнули, что сознать себя причиной и быть причиной совпадает в той ситуации. Теперь ситуация изменилась. Теперь мысль сначала осознает себя причиной, а затем и вследствие этого осуществляет себя в качестве причины. То есть мысль тем самым отделяет себя от чувства вполне, осознает свое отличие от чувства. И оно является, у кого засудит. Мысль является, у кого засудит. То есть она действительно производит себя сначала. Конечно, в качестве причины мысли, но до осуществления себя этой причины. Сначала мысль осознает себя причиной чувства, а затем и вследствие этого действует, причиняет чувства. То есть превращает чувства также в отношения между отношениями с собой. То есть только Као Зо Суи может помыслить отношениями вещей. Да. Сейчас так. Пока мысль не стало Као Зо Суи, мы знали вещи по отдельности, а сравнительно еще не могли. Так а вроде Као Зо Суи – это же противоречие. Ну как может причина быть причиной самой себя? Я понимаю, что если бы речь шла о Боге, этот вопрос бы не стоял. А как мысль может быть причиной себя? Вот так. Вот так. По-моему, мы раньше пытались это противоречие как-то развести, как-то понять, что все состоит. Собственно, Као Зо Суи у нас состоялось в том, что мысль просто себя воспроизводила. Ну, тогда был совсем другой разговор, было совсем другие вещи, я говорил. Ну, что-то трудно даже параллель провести. То, что мы говорили тогда, несколько лет назад, я совсем другой разговор. Нет, понятно, почему возникает Као Зо Суи, потому что мысль же должна как-то начинать. Либо у нее внешне какая-то причина есть, допустим, предмет понуждает ее обратить на себя внимание. Либо она как бы сама себя должна воспроизводить. Ну, либо еще какая-то внутренняя причина, какая-то скрытая. Но скрытая внутренняя причина – это отсутствие свободы. Это вроде для мысли там не пристало. Поэтому получается, что единственная возможность, которая существует у нас, в нашей логике, это только быть причиной самой у себя мысли. Ну, тогда правильно сказать, Влад, надо в таком случае, что мысль сознает себя, причиной себя. Мысль всегда была, разумеется, Као Зо Суи, то есть производила себя. Вещи, в познании вещь, видите, какая любопытная достоверность. Мысль воспроизводит себя, то есть является Као Зо Суи, но не осознает этого воспроизведения. Уже вещи, когда мысль воспроизводит себя как отношение с собой, мысль уже понятна, является Као Зо Суи, раз она воспроизводит себя как, ну, просто воспроизводит себя. Но если мы говорим, что мысль не осознает действия воспроизведения, не осознает воспроизведения как воспроизведения, то получается, что мысль является Као Зо Суи, но не осознает себя Као Зо Суи. А теперь, когда эксплицировано воспроизведение как воспроизведение, то есть выстроены отношения между отношениями с собой, Мы говорим, что мысль сознает себя в качестве каузы. Она сначала работает с собой, а затем и вследствие этого начинает работать с чувством. То есть превращать чувство тоже в отношения между отношениями с собой. Сначала два, потом три, потом четыре. Но отношения между отношениями с собой точно так же формально предметно не дано. Точно так же предметно не дано. Как мы с вами говорили, чувство простое предметно не дано, а дано как тождество места. Отношение и чувство с собой предметно не дано, а дано как вещь. Так же и здесь, отношения между отношениями с собой, чувство, мысли предметно не дано. Предметно нам дано как отношение вещей. Чтобы было отношение вещей, мы должны удерживать чувство как отношение между отношениями с собой. Как отношение между отношениями творчества. Мысли превращают чувство в отношение между отношениями творчества. И удерживают чувство как отношение между отношениями творчества. Но в результате этого удерживания предметно дано отношение вещей. При этом отношение вещей раньше, прежде, нежели отношение свойств. Каждая вещь, если мы вспомним, представлена отношением свойств. Не свойствам, которые относятся к вещей, а у нас она представлена отношением свойств. Отношения свойств сказываются о вещи. Отношения свойств относятся к вещи. То есть, если говорить о терминах классической субъектно-предикатной логике, то в ситуации вещи, в сознании вещи, субъектом является вещь, а предикатом является отношение свойств вещи. И отношение свойств вещи, как предикат, сказывается о вещи. Теперь субъектом для нас является отношение вещей, если говорить о классических логических терминах. Субъектом является отношение вещей. А предикатом является отношение между отношениями свойств. То есть, мы берем не так. Берем две вещи и сравним сначала по цвету. Помидор красный, а огурец зеленый. Потом по твердости. А огурец твердый, а помидор мягкий. Потом по форме. А помидор круглый, а огурец продолговатый. Не так. Не так. При таком сравнении, что принято, естественно, в логике. Именно так сравнивается. Если ведутся две вещи, то они последовательно сравнятся по свойствам. Причем сравнение каждой пары свойств не зависит от сравнения другой пары. Понятно. Чтобы узнать, что одна вещь красная, а другая зеленая, совсем не обязательно знать и вовсе не обязательно знать, что одна твердая, а другая мягкая. И чтобы узнать, что одна твердая, а другая мягкая, совсем не обязательно знать, что одна круглая, а другая продолговатая. То есть пары свойств сравниваются независимо друг с другом. Ну, как о вещи Гиггель говорит, что кусок сахара сладкий, белый и твердый и квадратный, и все эти свойства совершенно не зависят друг от друга. Так и здесь. Это продолжается. Отношение, сравнение каждой пары свойств двух предметов, это сравнение не зависит от сравнения другой пары свойств двух предметов. Если придать логическую форму такому способу сравнения, классическому обычному способу сравнения, когда сравнение одной пары свойств не зависит от логического сравнения другой пары свойств, то оно имеет, видимо, такой логический вид. Отношение помидора и огурца есть отношение красного и зеленого. Затем отношение помидора и огурца есть отношение мягкого и твердого. Затем отношение помидора и огурца есть отношение круглого и продолговатого. То есть сравнение по каждой паре свойств не зависит друг от друга. Каждый раз мы как бы по одному свойству сравним. А местами-то вещи различаются? Этим задается, они различаются местами. В прошлый раз человеку все говорили по этому поводу. Они, конечно же, раз отношения между отношениями творчества мысли стоят рядом, теперь они стоят рядом, два отношения мысли с собой, три отношения мысли с собой, то, соответственно, и вещи стоят рядом. И этим задается пространство. Это еще один способ задания пространства. А зачем нам нужны свойства, если вещи могут быть заданы как места? Зачем вещи сравниваются с свойствами, если вещи, прежде всего, сравниваются и различаются местами? А потом уже они могут быть, конечно, и свойствами различаются, но это только вторично. Первично как бы есть места, места различные. И тем самым различные вещи, этого достаточно. Если они стоят рядом с вещью, то они, конечно, различные. Даже если мы не знаем их свойства, ну, в том смысле, что на них внимание не обращаем. Не просто по факту, это положенности различные, да, в разных местах. Собственно, если посмотреть нашу обыденную практику, мы часто на вещь внимания не обращаем, мы просто понимаем, что она вот где-то там, а другая другая. И все. И они различны. Я не знаю. Я говорю о том, что я хочу сказать. Хочу сказать, что вещи находятся, пока они еще не сравнились по свойствам, они одинаковые, они просто вещи. То есть места возникают позже или как? Нет, места возникают сразу. Если они рядом стоят... Они, на самом деле, может быть в том смысле, что неразличимы. То есть они, конечно, разные, но как бы что-то неразличимое. Ну, различимы только по месту. Действительно. По месту должны быть различимы, потому что этим создается пространство. Нет, получается, если по месту неразличимы, значит, ход... Логический ход должен быть сначала места различать, а потом свойства. Да. Да. Пространство сначала дано как свойство места, потом как вещь, а теперь оно дано как отношение вещей. Одинаковых. Просто вещей. Просто вещей. Просто вещей. Просто вещей. Отношение просто вещей дает нам пространство. Получается так. А вот насчет того, что они разные уже, я, правда, не знаю. До сравнения свойств вещи просто вещи. Это понятно. Отношение вещей является для нас условием для сравнения свойств. Я это отношение называю отношением толщества вещей. Вещь есть и вещь. Но если вы говорите, что они уже различны, поскольку различны пространства, то я, правда, не знаю, как тут быть. Ну они различны в смысле бытия, но они в смысле определенности, конечно. То есть их непонятно в каком смысле. Они различны в смысле определенности, но в смысле того, что они разные. В смысле того, что это разное наличное бытие. То есть правильнее мы говорить, что это отношение тождества. Если вещь пространственно различимы. Но ведь у нас изначально, когда мы говорили о том, что вещь есть место, имелось в виду как раз вот эта тождественность место в самом себе. Изначально. Да. И сейчас мне представляется, что это тоже как бы отношения тождества вещей. Поскольку они взяты до различения свойств. Пространство, наверное, не является свойством. Вот это самое главное. Понятие. Если пространство является свойством, тогда вопрос вообще снимется. Потому что можно взять пространственное свойство и какое-то другое. Но если пространство выделенное нечто и не свойство, тогда этот вопрос поднимается сразу, да, и к другому остается. Ну, наверное, надо еще подумать над этим. Но, во всяком случае, отношение вещей, отношение тождества вещей, является условием для сравнения их свойств. И при этом свойства берутся не так, как в классической логике попали. А мы сразу берем отношения красного-зеленого, отношения твердого-мягкого, отношения круглого-продолговатого. Вместе берем эти три отношения и относим к отношению вещей. Получается так. Отношение между отношениями свойств сказывается об отношении тождества вещей. Сначала отношения тождества вещей – это субъект. А затем отношения между отношениями свойств. Отношения красного к зеленому, отношения мягкого к твердому. Но эти два отношения взятые вместе, самую простую схему взятые. Два отношения взятые вместе, относятся, сказываются об отношении вещей. Но отношения только внутри каждой модальности, да? То есть цвета только со цветами соотносятся? Ну, как иначе. Цвет твердых еще не соотнесешь. Никак. Но все свойства одной вещи, все свойства другой вещи. Разбиваются на соотносимые пары. И все вместе относятся к отношению тождества вещей. А если вещи несоотносимы по качеству? Если у них модальности принципиально приходят? Такие различные что-то. Я уже не знаю, допустим, мелодия, да? Какая-нибудь картина. То есть у них модальности... И сравнить их невозможно. Потому что у них модальности не совпадают. Значит их сравнить, как тогда быть с этим? Ну, сначала надо решить проблему сравнения. Это вопрос такой у кого-то практический. Нет, тогда помогает понятие места, да, сразу. Потому что они, тем не менее, по местам-то они различаются. То есть если вещи не отличаются там свойствами, если невозможно провести сравнение, да, то по крайней мере по местам они различаются. Да, надо помнить, что сравниваются не свойства, а сравниваются вещи, потому что сначала, потому что отношение вещей является условием сравнения их свойств. Только установив отношение между вещами, мы можем сравнивать их по свойствам. Я говорил и писал, что вещи находятся в отношении не то, что это субъект, а свойства находятся в отношении различия. И только недавно сообразил, что вообще-то свойства бывают не только разные, но и одинаковые. Это помидоры и огурца, а морковка такая же красная, как и помидоры. Как быть соотношениями, с различием свойств, это понятно. Один красный, другой зеленый. Вот если один красный, другой тоже красный, но мы тогда берем... Вот здесь и оказывается важно, видимо, что сравниваются не свойства, а сравниваются вещи. То есть мы действительно говорим, что один красный, а другой тоже красный. То есть нет опасности отождествления. Мы говорим, что морковка красная как помидоры. Вообще, я думаю, что метафора возможна именно потому, что вещи находятся в отношении тождества. Метафора важная вещь, я не думаю, что я ее разъяснил до конца к языку. Но некоторым образом понятно, что возможность метафоры вытекает из отношения тождества вещей. Морковка и помидоры сначала как вещи находятся в отношении тождества. И только поэтому мы можем сказать, сравнивая свойства, что морковка красная как помидор. Есть еще к тому же оттенки красные, а тут еще к тому более... Ну вот предположим, что мы не различаем, если оттенки, то да. Предположим, что мы не различаем этих оттенков. Действительно, морковка красная в наших глазах как помидоры, одинаковая красная. Если разная, то все слава Богу. Морковка более красная, помидоры менее красные. Это все равно, когда вещи различают, а когда свойства различают вещи, все, на мой взгляд, понятно. Но и когда свойства совпадают у вещей, то как раз повторюсь, и надо помнить, что сравниваются вещи, а не свойства. Поэтому все на спокойной совести говорим, морковка тоже красная. Или красная как помидоры. Сравниваются вещи, а не свойства. Поэтому, по-видимому, нет проблемы, я немножко тут не так уверенно говорю, но, по-видимому, нет проблемы с одинаковыми свойствами. Сравниваются точно нет проблемы, а с одинаковыми, вроде бы, тоже нет проблем. У Аристотеля есть различие по числу, когда вещи совсем одинаковые по всем свойствам, а остается, извините, различие по числу. Одна вещь, другая вещь. Вот это, вроде, подходит к этому. Тут тоже свои вещи и ваши. Ну да, если они вообще несоотносимы в моей ситуации, а у Аристотеля они совершенно одинаковые, то там получается та же самая ситуация. Они просто вещи. Иначе мы... Иначе мы... Иначе мы... Иначе, как по месту мы... Жудитель не может. Ну, уже по числу, видимо. На данном случае, если бы то же самое. Да, видимо, да. Но, вроде как, одинаковых вещей это не бывает. Ну, это предположение такое логическое, да. Но, все равно мы должны помнить, что в аристотической логике субъект это субъект, а предикат это предикат. Субъект это вещь, предикат это свойство. На совсем другие предикаты, на совсем другие субъекты. И... Ну, очень трудно соотносить с разными. Даже к китадемии места у Аристотеля. При общей совершенно другой картине. Субъект это предикат, но в другой логической картине. Ну, теоретически, если две вещи одинаковые, и мы их, допустим, не рядом рассматриваем, а по очереди. Мы же никак не можем сказать, одна и та же эта вещь или две разные. Поскольку нет никакого различия соль. То есть, если две вещи одинаковые, мы их можем сравнить, только если они одновременно. И сказать, вот они разные. Потому что вот одна, вот другая. А если сначала одна вещь будет, а потом другая. Это одна и та же вещь появляется или правда? Нет, подожди. У наших условий вот это сравнение вещей как раз наступает. То, что они одновременно. И они рядом друг с другом. И это означает, что они одновременно. Поэтому просто изначально в этой проблеме нет. Если одинаковые вещи сначала и потом. То есть, это и есть и есть. Я просто подумал, что, может быть, тогда получается, конечно, парадоксальное осуждение, что вещи находятся в отношении торжества, а отношение их качеств, когда мы их соотносим и устанавливаем, что, собственно говоря, мы соотносим точно такое же. Они просто тоже оказываются в отношении торжества. Не понял. Не понял. Потому что простые эти пустые торжества, они не отличимы друг друга, они тождественны друг другу. Но помимо этого отношения двух вещей, есть еще отношение качеств между собой одной вещей и отношение качеств между собой другой вещей. И мы соотносим эти отношения качеств между собой. И, в принципе, это отношение качеств сказывается об отношении вещей. Так вот, просто получается так, что если отношение вещей выступает таким своеобразным субъектам, неким тождественным, а соотношение качеств, если они совпадают, эти соотношения, они тоже являются отношением торжества. То есть, по поводу торжества вещи, как таковое, сказывается торжество, качество, которые тоже оказались в тождестве. Это в случае, когда вещица полностью совпадают. Да-да-да, по свойствам, если они совпадут. Но это как бы не мешает нам удержать раю. У нас все равно это все не слипается в одно неразличимое нечто. Потому что у нас есть различенность мест, которые не мешают утверждению о том, что вещи, как вещи, тождественны друг к другу. И тут некая одна асимметричная ситуация. Качество, как качество, тождественное друг к другу. Но это не мешает их отличать от вещей. И не мешает их соотношения сказывать об отношении вещей. Вот вроде бы да. Потому что сравнивать с тождественными вещами, а не качеством. Поэтому сравнивание качеств служит сравнению вещей. Поэтому пусть они по всем параметрам тождественны, но... но как бы их просто... их содержательное совпадение этих качеств не мешает, не рушит всю эту структуру. Формальную структуру, да. Потому что структура держит, она не требует различенности качеств для того, чтобы существовать. Ну нормально. Да. Просто мне придется поправить по ощущениям. Получается, что речь находится в отношении тождества, а качества в отношении различия. На самом деле, качество может быть и в отношении тождества, и в отношении различия. Видимо, так. Возможно, и то, и другое. Формально в сравнении двух вещей от этого ущерба не терпит. Значит, если чуть поподробнее, то как происходит движение. Мы две вещи сравниваем по двум качествам, как минимум, потом по трём качествам, потом по четырём качествам. Это движение происходит. По основе людей, которые совершают это движение, а это движение должно происходить. И именно в этом движении, то есть вот как мы ощупывали вещь всё время двумя ощупальцами. Глаз говорит, зайцы вынимали за два уха. Но мы всё время двигались от отношения двух свойств вещей к отношению трёх свойств вещей. Если больше нет, то снова к отношению двух свойств вещей. Так и здесь. Мы сравниваем вещи сначала по двум свойствам, потом по трём свойствам, по четырёх свойствам. Если мы хотим перейти от отношения двух свойств вещей, то мы должны остановить это движение и снова начать сравнивать три вещи. Сначала по двум качествам, потом по трём качествам, потом по четырём качествам. Если мы хотим перейти от отношения четырёх вещей, то мы хотим перейти от отношения четырёх вещей, опять мы должны остановить это движение, всё большее количество качеств, по которым мы сравниваем три вещи. Мы останавливаем, сводим опять к двум, совершаем переход в четвёртые вещи, и теперь же четыре вещи сравниваем по двум их качествам. А потом по трём качествам и так далее. То есть как бы двумерное движение. А почему мы не можем попарно это всё делать? Можно же все многообразие вещей попарно сравнивать? Четыре вещи сравнивают с попарно. Ну можно и попарно. Зачем сравнить три вещи? Жизнь тяжела. Разнообразно. Две вещи – это отношения к тождеству, а три вещи – это не отношения к тождеству, это что такое? Отношения к тождеству, это что такое? Отношения к тождеству – это два. В качестве вещей они точно так же тождественны друг дружке. Какие проблемы? Уж если стол и я тождественны в качестве вещей, то никакой проблемы нет установить такое же тождество между столом, книжкой и мной. Всё равно то сравнение качества – это просто вещи. Просто две вещи. Находящиеся в трёх местах. Рядом. Одновременно. Мне почему-то казалось, что отношения – это все это попарно. А вот это, что может быть, тройственные отношения, я не очень понимаю, что это такое. Что-то не понимать. Надо сравнить морковку, помидор и огурец. Это понятно. Как это феноменологически, а логически, так как это логически, мы можем сравнивать и отношения установлены между двумя. Потом между другими двумя, потом между третьими двумя и так далее. А что значит установить отношения между тремя? Это так? Логически, логически. Эноминологически мне понятно. Рядом, положите, и всё. Проблема нет. А логически-то это так? Что такое отношения трем? Ну как? Это же можно очень хорошо дизематически написать. Некое одно равно. Некому другому равно. Некое в третьем. И здесь ты понятна эту цепочку. Ты описал просто попарно. Одно равно второму, второе равно третьему. А оно как бы вот всё целиком так и записано, что вот их три связанные отношения или равенства. Ну вот то, как ты записывал это, указывает, что они попарно связаны. Вот ты напиши сразу мне, чтобы они втроём как бы относятся. Как? Ну, я треугольник нарисовал. Можно треугольник нарисовать, да, допустим. Да, вот это уже другой разговор будет. Вот надо, я и хочу понять, у нас никогда таких отношений тройственных не было. У нас всегда были попарные отношения. И всегда отношения, когда мы говорили отношения тройственных, то имелось бы пара. А тут какая-то тройственность. Но если мы говорим, что мысль устанавливает отношения между отношениями, между двумя отношениями тождества, между тремя отношениями тождества, мысль устанавливает отношения между отношениями тождества, самой мысли, отношения между отношениями мысли с собой. Это может быть отношение между двумя отношениями мысли с собой, между тремя отношениями мысли с собой и так далее. То не должно быть логической трудности в том, чтобы установить отношение тождества между тремя, четырьмя, десятью вещами. По парне или все-таки сразу, одновременно? Ну, одновременно. Мы же не устанавливаем попарное отношение между отношениями. Не, ну, а допустим, вещей миллион, да, и можно сразу установить это отношение тождества между миллион вещей? Ну, логически, да, логически, конечно, нет. А вещи почему нет? Просто не вижу. То есть у братьев, например, эти десять вещей, братьев их десять пар этих вещей и сравнивать, что ли? Ну, да, все. Одновременно? Главное, что они, главное, что отношение вещей является условием, существует до сравнения их свойств. А сколько этих вещей? Они все голые, эти вещи. То есть, какие-то находятся в отношении условностей. Разрешаются только месяцам. Какая раньше, сколько их? Но, между прочим, и права была, потому что, вот, если вернуться к мысли, то мысли, так как отношение с собой существует действительно паром. То есть отношение между отношениями с собой. Но каждое отношение с собой – это пара. Ну, пара. Между этими парами существует тоже отношение. Но отношение с собой остается парой. Вот отношение между собой, вот отношение между этими отношениями есть тоже отношение. Между ними. Но с вещами, по-моему, все-таки не просто отношение творчества. Вещей как вещей. Ну, хорошо. Значит, мы сравнили две вещи. Огурец и помидор. Помидор и огурец. Теперь попробуем сравнить два помидора. Что для этого нужно? Помидор красный, а огурец зелёный. Берём два помидора. Один более красный, тёмно-красный, скажем, другой светло-красный. Что получилось? Мы конкретизировали отношение помидора и огурца. Отношение помидора и огурца заключалось в отношении красного и зелёного. Получается, что отношение тёмно-красного и светло-красного конкретизирует отношение красного и зелёного. И так оно и есть, потому что отношение красного и зелёного – отношение, в общем-то, тёмного и светлого. Отношение красного и зелёного – отношение тёмного и светлого. И тёмно-красный и светло-красный конкретизируют отношение тёмного и светлого. Тёмное и светлое более общее отношение, а тёмное и светло-красное это более частное отношение То же самое мы делаем с твёрдостью и мягкостью Помидор мягкий, а гурец твёрдый Отношение помидора и огурца заключается в отношении мягкого и твёрдого Мы берём более твёрдый помидор и менее твёрдый помидор Более мягкий помидор и менее мягкий помидор Получается, отношение более или менее мягкого конкретизирует отношение мягкого и твёрдого И так по всем другим свойствам Но если мы взяли более или менее мягкое и тёмно-красное и светло-красное То, что является субъектом теперь Отношение тоже со двух помидор Помидоры тоже как отношение существует до сравнения свойств И отношение тоже здесь выглядит как помидор есть помидор Сначала, а как раз я не думал, что это всё туда доберёмся Как раз надо бы рисовать, да Я даже нарисовал дома картинку Не думал, что сегодня доберёмся, не захватил её То есть как мы, вы хотите сказать, каким способом мы обобщаем, да Переходим от конкретных вещей, к каким-то уже там Да, у нас была вещь, есть вещь Это родовое утверждение А помидоры есть помидор Это видовое утверждение Это более конкретное утверждение Если мы хотим различить среди помидоров Делать различие среди помидоров То мы сначала устанавливаем отношение помидоры есть помидор И оно является условием, необходимым для сравнения свойств Своё оказывается светло-красное, тёмно-красное Более мягкое, менее мягкое Процессо движения от вещей есть вещь, от рода к виду Помидор есть помидор А видом помидоров будет помидор одного сорта Помидор другого сорта Поэтому смотрите, что происходит А если помидор зелёный, что делать? Как бы уже не помидор Ну, наши конструкции, да, если бы вы делили Понимаете, мы сразу из вещей сделали не помидоры Надо бы, конечно, нормально логически двигаться Живое, неживое Фрукты, овощи В среде овощей различать помидоры и огурцы Было бы удобнее, просто понятнее Но я думаю, что и так понятно Если у нас самые первые вещи, это помидоры и огурец До этого были просто вещи А из них, значит, красная и мягкая вещь – это помидор Твёрдая и зелёная вещь – это огурец Смотрите, что получается Вещь есть вещь Когда мы формулируем, что помидор красный и мягкий А огурец зелёный и твёрдый То они совсем понятны Относятся эти свойства к отношению помидора и огурца Или к отношению вещь есть вещь То есть помидор как помидор Ещё не зафиксирован, неустойчив Ещё не сформулирован Всё-таки это свойства вещи или свойства помидора Помидор как субъект ещё не стал субъектом На самом деле надо говорить просто Вещь красная и мягкая Но мы уже сказали помидор Назвали эту вещь Но помидор ещё не стал субъектом свойств Он только становится субъектом свойств Субъектом свойств непонятно ещё является помидор или вещь Помидор существует как конкретизация вещей Только в отношении к огурцу И огурец существует как конкретизация вещей Только по отношению к помидору Один красный, другой зелёный Один мягкий, другой звёрдый И опять же огурец тоже как субъект свойств Ещё не зафиксирован Но это рассуждение похоже на то, что эйдес можно определить только если он не дал в сравнении с другими эйдесами То есть эйдес огурца сравнивается с эйдесом помидором И тогда это разно Непонятно, это ещё разница между помидором и огурцом или разница между двумя вещами А вот к утверждению помидор есть помидор Помидор становится субъектом свойств Потому что отношение тождества помидоров А до сравнения свойств все помидоры одинаковые Все помидоры помидоры А как вот это случилось, что все помидоры стали помидорами? Даже как вещи остаются вещами до сравнения Но вещи-то остаются вещами, потому что они в отношении к нам находятся А помидоры? В том смысле, что как они вещи и они тождественные В этом сомнении нет, а именно как помидоры Как вот некого рода определённости Как мы установили, что они тождественные? Потому что мы уже установили, что вещь красная и мягкая Это мы знаем Это уже мы знаем От этого знания уже не отказаться Да мало ли вещей красных и мягких Это просто Ну было, это вопрос кофекации Я говорил, надо было начинать просто с живого, какого Фрукты, овощи Я понимаю, просто в чём состоит Логические квалификации можно устраивать двумя способами Можно, ну как вот Поступая, допустим, в зоологии, как ботаника Искать где-то там Различия какие-то в самом бытии И тем самым восходить потом в классификации Какому-то общему А можно наоборот делать Как бы уже построить изначально какую-то обществу И сказать, что всё, что, допустим, красный и мягкая Помидор по определению И потом всё, что находится красный и мягкая Просто по определению помидор Да, но если мы хотим Провести различия внутри помидоров То мы это можем сделать Потому что красный Это слишком общее определение Увы, красный, мы можем найти различия Почему нет? Это просто движение Сначала у нас тоже помидор и огурец Просто красный И зелёный А также мягкое и твёрдлое Но различия между помидорами И между огурцами Тоже можно делать И это можно делать бесконечно Чтобы сделать это различие Мы должны сравнить два помидора И сначала как просто помидоры Потому что остаётся верным Что только отношение вещей Даёт возможность нам Сравновать их качество А что нам даст Что нам позволит назвать То и другое помидором Вот что проблема У вас получается Что как бы сразу Ясно, что они помидоры Откуда это ясность? Ясность От того, какое первое Разрешение мы сделали Красная и мягкая Веча Это помидоры Но возник зелёный помидор Да и твёрдые Незрелые И что? Уже не помидоры что ли? Я говорю, Влад Это только потому Что я сделал помидоры и огурец Первыми вещами Адамом Еевой Если бы я начал С живого Неживого Таким вопросом У вас не возникло Вы же понимаете Живое Неживое Я просто хотел понять Классификация Откуда берётся Сами вещи Между собой Склассифицированы А мы только Обнаруживаем эту классификацию И как бы И себе помещаем Или мы Даём вещам Классификацию Мы говорим Что всё красное И мягкое Будет помидором Всё зелёное И твёрдое Будет огурцовое Кто классификацию Нарезает Вот эту вот Родовидовую Сам так мир устроен Или это мы На самом деле Или форма На самом деле Оформляет Таким способом Что в нём есть Роды и виды Не Ну конечно Мы Навязываем Родовидовое Движение Просто Каково оно Каково оно Ведь На какое Имеем А то есть Классическое Родовидовое Движение Через рот И видовое Отличие А это совсем Другая Картина Там Вещь Делится На живое Неживое Неживое Причем Достаточно Одного Свойства Нам надо много Свойств Четыре Свойства Чтобы различить А там Достаточно Одного Свойства Самодвижение И нет Самодвижения Живое И мертвое Этого Достаточно Потом Живое Делится На животных И растения Причем О втором виде Мы забываем Мы делим Живое На животное И растения Так как Это не существовало Мертвого Это только Соотношение Между Живым Ну вот у Платона Там понятие Дихотомин Он так и делает Берешь какое-нибудь Какое-нибудь Свойство Все там делают Одно И другое Его отрицание И так далее В нашем построении Все совсем не так Вид конкретизирует Род Во-первых Род это отношение В родовидовом Движении Классическом Есть одна Понятно Которая Делится Потом В отдельности Делится И так далее Это В основе Режит Одна В основе Режит Вещь Есть Вещь Отношение Тоже Вещи Потом Режит По свойству Отношение Красное И Мягкое Называется Помидором Потом От Утверждение Вещь Есть Вещь Вещь От Утверждения Помидора Из Помидора Из Помидора И Дальше 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 Вещь Вещь Есть Вещь Критизируется В утверждении Помидора Из Помидора Помидора Из Помидора Получает Собственно Статус Предмета Еще раз Говорю Когда мы Говорим о красной И мягкой Вещи Не совсем Понятно Помидор Помидор Не получил Статус Субъекта Носителя Свойств Но Это еще Непонятно Помидор Получает Статус Носителя Свойств Только В отношении Помидора Есть Помидор Когда Установлено Это Отношение Помидора Есть Помидор Есть Помидор Мы Мыслим Отношение Свойств У нас Узверждение Помидора Не Самостоятельное Узверждение А Условие Для Сравнения Свои 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 Раз Свои Возвращение Свои 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 Всегда форма той, что вещь есть вещь, помидор есть помидор, помидор одного сорта есть помидор одного сорта, а помидор другого сорта есть помидор другого сорта, и происходит движение. То есть форма воспроизводит себя как отношение тождества, а предмет все время движется. Помидор еще не стал помидором как носителем свойств, он становится как отношение помидора с помидором, но отношение помидора к помидору уже предполагает движение к помидору одного сорта и помидору другого сорта. И так далее, потому что опять все время движется. И видите, еще раз, конкретизирует род. Вид конкретизирует род. Между прочим, это классическое родоведовое построение, оно очень смешное на самом деле, потому что отношение живого и неживого... Отношение животного и растения, то есть живое делится на животное и растение. И понятие живого сводится к различию животного и растения. Само же живое, как понятие, получает содержание только в сравнении с неживым. Только по отношению к неживым живое есть живое. И потом оно уже делится на растение и животное. То есть более общее понятие, более родовое понятие имеет смысл, имеет содержание только по отношению к такому же родовому, того же уровня родовому понятию. Живое получает содержание лишь в сравнении с неживым. А тогда спрашиваются вещи. Наверху движение наверху всегда конечное, тогда вниз бесконечно можно развлечениями делать. А наверху всегда должен быть конец. А вещь, когда получает какое содержание по сравнению с чем? С небытием? С невечью? Вот так же не бывает. Бытие не может получить определение через отношение с небытием. Это шедня совершенно. Бытие есть, а небытия вовсе нет. И что? Какое тут отношение? Получается, что первое родовое понятие в этом движении, а движение через рот и годовое отличие это основа основы. Я когда вдруг понял, что это фигня, я даже как-то испугался. Потому что это уж основа основы, это святое. Через рот и годовое отличие. Но если первое понятие решено смыслом, то все остальное тоже решено смыслом из него вытекает. Если вещь это живое и неживое, а сама вещь никак не определена в ЭКС, то как мы будем его делить, живое и неживое? Я говорю, да же. А вещь явно пустая, потому что ничем не соотносится. Что такое вещь, мы не знаем. Мы знаем только, что вещи бывают живые и неживые. Что такое вещь, мы не знаем, но не складывается. А в нашем построении в основе лежит не вещь, а отношение вещь из вещь. Это вполне определенное отношение творчества. Есть две вещи, которые просто вещи. И такого безобразия вроде как не получается. Первое родовое понятие вещь из вещь определено как отношение творчества. Вполне понятная, простая вещь. А рядом с ним тоже простая вещь, еще до сравнения свойств. Что тут непонятного? Здесь нет пустоты. А в классическом родовом движении пусто. Первый род пустой. Академия. 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 Продолжение следует...